Девушки отдыхают Ноябрь 2002 года. Знаменитый российский яхтсмен Фёдор Конюхов в одиночку пересекает Атлантический океан. В тот день ему предстояло пройти через Бермудский треугольник. Внезапно солнце скрылось. В наступившем полумраке Конюхов увидел, как из-под воды устремились в небо мощные лучи света. Когда он попытался подойти к одному из них, на ровной поверхности океана появилась огромная волна и перевернула лодку. Буквально через несколько дней после этого происшествия мир потрясло открытие американского океанографа Вергла Майера. В Бермудском треугольнике с помощью специального оборудования он обнаружил две подводные пирамиды. Координаты таинственных лучей, которые видел Конюхов, и найденных на дне пирамид полностью совпали. Эти уникальные снимки были сделаны в районе Канарских островов. Моряки наблюдали, как из воды поднялся огромный темный объект и устремился ввысь. Через мгновение он превратился в огненный шар. Некоторое время предмет парил в районе судна, а потом исчез, оставив яркое светящееся облако. Спустя два месяца похожие явления видели черноморские мореплаватели. Из-под воды прямо перед кораблем вылетел блестящий диск, ярко осветивший лучом всю округу. Тогда и был сделан этот редкий снимок. Через полгода пришло еще одно сообщение из района Курильских островов. Во время учебного похода крейсера «Варяг» неопознанный летающий объект на огромной скорости приблизился к судну. Облетел его, будто наблюдая за действиями команды, и не подняв брызг, стремительно погрузился в океан. Случаи, которые произошли в разных точках Мирового океана, объединяет один странный факт. Моряки, которые видели неопознанные летающие или подводные объекты, отмечают. В момент их появления люди начинали испытывать внезапное чувство страха, сильную головную боль и резкую слабость. Во времена Советского Союза все, что было связано с НЛО, официально признавалось антинаучным. Признаться в том, что видел неопознанный объект, было просто небезопасно. За такие разговоры военнослужащий мог не только лишиться должности, но и угодить в психушку. Поэтому информации делились в узком кругу среди своих. Подводка вернулась в базу, в Гремиху. Через день там собрались у меня дома командиры со своими там женами. Ну, почествовать счастливое возвращение. Я говорю, ребята, вот, был такой случай, стыдно признаться, но он какое-то действительно гнетущее впечатление, даже какое-то чувство страха вызывал. На кухне сидит Виктор Кулаков, командир подводной лодки нашей же бригады, который передо мной ходил на этот рубеж в январе месяце. Он сидит и говорит, Юра, я точно так же, один к одному, в этом же месте, видел то же самое, точно так же, как и ты, делал попытки подойти, разобраться, посмотреть, махал рукой, погружался и уходил. И, естественно, говорит, я тоже никуда не записал, но тогда еще директив никаких не было, докладывать о неопознанном объекте не надо было. Ну, тем более, у нас ничего это не обязано. Была и еще одна причина, по которой моряки не спешили докладывать руководству о встречах с НЛО. Дело в том, что зачастую приборы не фиксировали эти объекты. Радары показывали, что горизонт чисто на десятки километров вокруг. А в это время команда наблюдала над судном огненные шары и треугольники, а иногда и летательные аппараты неизвестного происхождения. Так в районе Корсики экипаж советского корабля видел классическую летающую тарелку. Такую же, как в фантастических боевиках. Я имел возможность не только наблюдать зрительно этот объект, но и заглянуть в бинокуляр с увеличением в 20 раз, 20-кратный. Объект наблюдался в течение примерно 20 минут. И я хорошо его успел рассмотреть в стереотрубу. Это, как я еще раз сказал, классическая тарелка из двумя ножки. Верхняя часть абсолютно гладкая, скажем, как парашют, а нижняя, она больше похожа на угол. Естественно, с большого расстояния, трудно говорить о конкретных размерах, но цвет, цвета огня. Желто-красные такие тона, без переливов, ровный свет. Это видело большое количество народу. Это, кроме вахтенного офицера, сигнальщика, который обнаружил, приглашенный на верх командир, я его видел, значит, и порядка 50 курсантов. Первое сентября 1968 года. Научно-исследовательский корабль «Академик Курчатов» выполнял программу по изучению морского дна. Во время спуска бокса с аппаратурой на глубине 500 метров приборы зафиксировали приближение объекта. Через несколько секунд на бокс обрушились тяжелые удары. Затем тросы оборвались, и бокс с аппаратурой затонул. Когда обрывки канатов подняли на палубу, их концы были будто перекушены гигантскими щипцами. Какое фантастическое чудовище охотилось за подводным аппаратом, осталось неизвестным. Следы агрессивного поведения неопознанных объектов военно-морская разведка фиксирует и во льдах Мирового океана. В районе Кольского полуострова была обнаружена гигантская полынья явно искусственного происхождения. Диаметром примерно 7 метров. Она имела форму круга с оплавленными краями. Как будто по этим краям провели гигантским раскаленным утюгом. Такие следы вполне могли оставить двигатели неизвестного летательного аппарата. Трудно сказать, то ли объект садился на лед, то ли объект выходил из-под льда. Но, во всяком случае, толщина льда там составляла около метра. Эти факты, конечно, подлежали дополнительному анализу, но трудно определить, потому что свидетелей самой посадки или же выхода из-под воды не было. Был только факт, который связан явно. И повышенный электромагнитным полем в районе этой полыньи, и вот такими очень четкими геометрическими параметрами. Самое простое объяснение – подводный пуск ракеты. Но эта версия не выдерживала никакой критики. Во-первых, она не объясняла повышенный уровень магнитного поля. А во-вторых, при толщине льда около одного метра пуск ракеты просто невозможен. Американцы, значит, и в том числе и мы, значит, осуществляли пуски из района Северного Ледовитого океана. Но ни один пуск не производился из-подо льда. Все пуски производились, значит, с надводного старта, значит, из полыньи. Даже вбитом льду и вообще применение какого-либо ракетного оружия, значит, невозможно. Но если это так, то как объяснить событие, свидетелями которого стали американские моряки во время военно-морских учений в Атлантике? Тогда серебряный шар, пробив трехметровый слой льда, появился рядом с командирским ледоколом и на огромной скорости унесся за горизонт. О том, что эти происшествия не выдумка, говорит серьезность, с которой моряки реагируют на встречи с неизвестными объектами. Ведь в некоторых случаях угроза нападения была вполне реальной. К 7 октября 1977 года у меня в квартире дома раздался телефонный звонок и меня пригласили к адмиралу флота Николаю Ивановичу Смирнову. Он по громкоговорящей связи селекторной связался с оперативным дежурным Северного флота. Дежурный докладывал, что рано утром 7 октября плавбаза подводных лодок «Волга», находящаяся в Баренцевом море в удалении 200 миль от берега, подверглась облету девяти неопознанных летающих объектов размером примерно с вертолет, которые являли собой как бы металлические диски. Они над этой «Волгой» учинили хоровод и 18 минут маневрировали. Как следует из доклада командира базы, девять неопознанных объектов дискообразной формы выскочили из-под воды. Некоторое время они выполняли фигуры высшего пилотажа на недостижимых для летательных аппаратов скоростях и даже имитировали воздушные атаки. Командир плавбазы пытался связаться с командованием Северного флота для получения инструкции. Однако радиосвязь внезапно оборвалась. Зрелище было настолько невероятным, что капитан по громкой связи отдал приказ наблюдать за неопознанными объектами, запоминать детали и делать рисунки. Как позже рассказывал сам капитан, в какой-то момент он понял, его доклад об НЛО примут за бред сумасшедшего. И только рисунки и рассказы членов команды смогут подтвердить его слова. Как только НЛО улетели, возобновилась радиосвязь, пошла радиограмма в Североморск, через час прилетел самолет-разведчик, но инцидент был уже исчерпан, разведывать было нечего. И вот тогда при мне Смирнов дал команду заместителя начальника главного штаба, вице-адмиралу Петру Навойцеву, команду внедрить эту инструкцию по флотам и флотилиям. И сказал, зайдете ко мне, и текст заберете или нет. Так появился документ, который впервые в истории ВМФ признавал существование неопознанных объектов и даже предписывал действия моряков при встрече с ними. Появление документа сопровождалось большими трудностями. Командование сомневалось в серьезности проблемы и не считало нужным заниматься так называемой чертовщиной. Ведь военным пришлось облекать в форму приказа то, что не поддавалось логическому объяснению. Анализировать информацию о неопознанных объектах в главном штабе ВМФ должна была специальная группа. Была создана группа, куда были приглашены офицеры нашего управления, офицеры научно-технического комитета, ученые научно-сельских конститутов, которые занимались анализом всей этой информации. Для того, чтобы эту информацию все переварить, фактически отсеять, отфильтровать, в главном штабе ВМФ была создана специальная группа, работа которой носила конфиденциальный характер. И информация еженедельно докладывалась заместителям командующего ВМФ. Эта сверхсекретная группа описала наиболее характерные и часто наблюдаемые явления, которым наука пока не находит объяснений. Со временем удалось определить примерную географию появления так называемых пришельцев. Неопознанные объекты периодически появлялись в одних и тех же точках Мирового океана. В районе Бермудского треугольника в районе Средней Атлантики там даже были претензии капитанов кораблей бразильских, аргентинских, что они мешают нашей навигации. Они прямо ныряют под носом в воду. Эти данные подтолкнули американских ученых к исследованию Бермудского треугольника. Результаты оказались поистине невероятными. Посылая радиосигналы из одной точки в другую, исследователи столкнулись с необъяснимыми фактами. Сигнал возвращался не сразу, как это бывает, а через несколько часов и даже суток. Поражало и то, что иногда к этим сигналам примешивались чужие. Анализ показывал, что это не эхо, а передача, закодированная неизвестным шифром, складывалось впечатление, будто в глубине кто-то принимал сигнал, а затем на той же волне с помощью мощного, неизвестного оборудования передавал свой собственный. Тогда, в 60-е годы, эти сигналы расшифровать не удалось. Через 30 лет попытку повторили, а результаты засекретили. Между тем, такие сигналы принимали не только в районе Бермудского треугольника, но и в других точках Мирового океана. Первое место занимает Атлантика. В Атлантике наблюдается 44% случаев наблюдений и контактов, 16% в Тихом океане и 10% в Средиземном море. Карта, составленная в результате наблюдений за неопознанными объектами, наводила на мысль, в этих точках на дне Мирового океана могут располагаться подводные базы. Эту версию поддерживают исследователи и приводят в качестве доказательств факты. Во время обследования дна Бермудского треугольника в самом его центре были обнаружены две гигантские пирамиды. Это открытие сделал известный океанолог доктор Веларак Мейер. По мнению ученых, пирамиды появились сравнительно недавно. Они покрыты неизвестным науке материалом, по фактуре, напоминающим толстое стекло. Еще более любопытную находку сделали австрийские ученые. В котловине Беллинсгаузена на глубине 6 километров камера батискафа зафиксировала загадочный овальный объект, который излучал яркий свет. По версии ученых, объект имеет искусственное происхождение. Получить более точную информацию о феномене современная техника не позволяет. Слишком глубоко. Как ни парадоксально, но мировой океан изучен гораздо меньше, чем космос. На земной орбите побывали уже сотни людей, а на глубину даже в 6 километров опускались единицы. Между тем, главные тайны океана спрятаны именно там. Наивно рассчитывать на то, что военные раскрыли всю информацию о неопознанных объектах. Сегодня мы обладаем данными 20-летней давности. Все программы наших дней, изучающие НЛО, засекречены. Все факты говорят о том, что эти неопознанные летающие объекты совершенно разной диаметрии и формы имеют действительно разумный, преднамеренный технологический характер. Что это может означать? Тайный технологический рывок одной из супердержав или присутствие на Земле неизвестных пришельцев? Официального ответа пока нет. Но это не значит, что его не существует вовремя. Но когда пришельцы впервые появились на Земле? Теория палеоконтакта утверждает, что очень давно нашу планету посещали высокоразвитые в техническом отношении существа. В прошлом веке советский математик Матест Агрест опубликовал шокирующую статью о том, что библейские эпизоды описывают деятельность инопланетян. По этой версии Содом и Гамора древние города в районе Мертвого моря, жители которых отличались исключительной развращенностью и порочностью, были разрушены ядерными взрывами, совершенными инопланетянами. Подобная трагическая участь ждала все древние цивилизации. Почему погибли атланты? Они до такой степени одурели от возможностей энергетики заклинаний, что они даже стали колдовать на Солнце проводника Бога. и даже колдовали против Бога, потому что Он взывал к доброте, к любви и тому подобное. По мнению исследователя, апокалиптические события происходили всякий раз, когда цивилизация достигала как колоссального уровня развития, так и максимального уровня грехопадения и безнравственности. Многие ученые, которые занимаются исследованиями мифов и легенд, сделали выводы, что в районе Бермудского треугольника существовала цивилизация атлантов, которая достигла очень высоких технологий и могла бы сравниться по своим возможностям с возможностями богов. И согласно мифам, боги, а боги в данном случае мы считаем, что это были инопланетные цивилизации, не могли себе позволить дальнейшего развития технологии атлантов. И 13 тысяч лет назад они наслали комету Тифона, которая, собственно, и погубила цивилизацию атлантов. Любопытно, но эпоха современных наблюдений НЛО ведет отсчет с начала испытаний атомного оружия. Можно ли считать этот момент исходной точкой очередного движения человечества как к высоким технологиям, так и к порочным отношениям преимущества силы? С каждым годом очевидцев НЛО становится все больше. За 6 десятилетий получено более полумиллиона официальных сообщений. Не связано ли это с тем, что внеземной разум готовится к нанесению смертельного удара по жителям земли, как это уже случалось в древности? 1991 год. Харьковская область река Мжа. Ходят упорные слухи, что в этих живописных местах тарелки пришельцев набирают энергию перед броском в будущее. Мы считаем, что в Харьковской области в районе реки Мжа существует база инопланетян, чему есть множество свидетельств местных жителей. И вот согласно одному из таких свидетельств, местный рыбак зимой отправился порыбачить. Выйдя на берег, Воронцов увидел над заливом странный предмет диаметром около 20 метров по виду напоминающий юлу. Медленно вращаясь, объект парил надо льдом. Но подходя к речке, он заметил, что над рекой, надо льдом завис огромный объект, напоминающий по своему виду юлу. Диаметром он был больше 20 метров. Он вращался вокруг своей оси сиял, а лед под ним трещал, плавился. Вот объект погрузился под воду, пробыл там минуту или две, после чего вновь появился над водой, поднялся в небо и исчез. От тарелки остался четкий след. Отпечаток удалось зафиксировать местному уфологу. Узнав о случившемся, он немедленно схватил фотоаппарат и сфотографировал загадочный круг. Мы долго изучали фотографии и пришли к выводу, что данное поделать невозможно, так как не существует таких технологий на сегодняшний день. Ну, во-первых, диаметр окружности больше 20 метров и края как бы оплавлены. И так как речка недавно замерзла и лед был тонкий, то если бы это был местный умелец, то он бы обязательно провалился под лед и утонул, так как речка глубокая. Подобный случай произошел 4 года спустя. Отпечаток также был сфотографирован. Примечательно, что похожие следы были зафиксированы и в других областях. Также нам известно еще одно аномальное место, Борки, где на территории 10-15 квадратных километров мы наблюдали круги. Трава там имеет обыкновенная трава, но имеет необычный синеватый оттенок. Но что самое интересное, то, что диаметр этих кругов совпадает с диаметром круга на льду на реке Мжа. О предназначении пирамид спорят до сих пор. Выдвигаются самые невероятные гипотезы. Недавно исследователи контактов с внеземными цивилизациями сделали ошеломляющее открытие. Проведенные эксперименты показали, что пирамиды это вовсе не гробницы, а грамотно сконструированные антенны. Сама форма пирамид подразумевает их использование для радиосвязи на дальние и сверхдальние космические расстояния. Во времена Советского Союза деятельность этого человека была строго засекречена. С 1963 по 1987 я служил в военно-космических войсках СССР и принимал непосредственное участие в разработке и испытаниях многих приборов для пилотирования космических кораблей. В числе приборов учислительная машина, где разместился глобус, который позволял космонавтов, не глядя на Землю во время полета, определять свое местонахождение относительно поверхности Земли. Кроме того, этот же прибор позволял в любой момент определить в случае аварийной ситуации место посадки, куда они сядут, в воду, на суше или в какую страну. Испытывая технику для космических исследований, Бабанин заметил, над некоторыми зонами Земли аппаратура давала сбой без видимых причин. Помехи сходили с трех районов, где расположены пирамиды. Как предположил инженер-конструктор, сигнал искажают столбы направленной энергии, которые периодически возникают над вершинами пирамид. Энергия, которая постоянно исходит из пирамид, идет в космос. Считывает информацию, которая приходит из нашей Земли через пирамиды антенны в другие цивилизации, которые следят за нами. Ну, и таких планет типа Земля, их много. И все они связаны с помощью определенных промежуточных станций. Такие выводы ученый сделал, проанализировав зоны расположения пирамид. В форме и пропорциях этих древних конструкций зашифрованы сведения об основных веществах, необходимых для жизни. Если провести через грани линию, как говорится, апофема, то образуется уголковая структура, которая в точности соответствует практически структуре молекулы воды. Если к молекуле воды в середину основания пирамиды добавить атом углерода, а по углам расположить четыре атома азота, пирамида выдаст все основные формулы органической химии. Сложно предположить, что строители пирамид выбирали такие пропорции чисто случайно, а значит, они хорошо были знакомы с молекулярной химией и в совершенстве владели знаниями, до которых наша цивилизация добиралась не менее трех тысячелетий. Весна 1945 года. Сын короля Египта принц Фарук приехал на плато Гиза. Осмотрев пирамиды, Фарук отправился к большому сфинксу. Когда принц присел на плиту у подножья монумента, неожиданно сработал скрытый механизм и под основанием сфинкса открылся вход в туннель. Длинный коридор вел вниз в подземелье. Фарук решил осмотреть тайный ход. По длинной шахте пришлось передвигаться по пояс в воде. Принцу удалось дойти до огромного зала, у входа в который он замер от неожиданности. Все помещение было заполнено роботами. Пирамиды самые загадочные сооружения нашей планеты. Египет и Мексика, Крым и Китай они есть на всех континентах. Кто и как построил пирамиды и зачем возводили эти гигантские сооружения. Говорят, что когда все тайны пирамид будут раскрыты, наступит конец света. Но есть и другое мнение. Именно в пирамидах скрыты знания, которые помогут человечеству выжить. Пирамида Египта это такие монументальные сооружения значимые и представляющие интерес до сих пор, и представляющие восхищение и непонимание и удивление ученых до сих пор. Это объект исследования, к которому нужно подходить именно с точки зрения понимания мира древними людьми. Согласно легендам, архитектором пирамид был жрец и целитель Имхотеп. В Библии его называли Енох. В оккультизме великий маг тот Герместр Смегист. Древние греки нарекли его богом врачевания Асклепием. Кем был Имхотеп на самом деле загадка, но современники называли его богом. Возможно он был представителем иной цивилизации. Во всяком случае то, что сделал Имхотеп выходит за рамки человеческих возможностей. Он спроектировал ступенчатую пирамиду, придумал залы с колоннами, написал первую в истории книгу по диагностике и лечению болезней, был советником и главным жрецом Египта. Имхотеп прожил 120 лет и исчез. Могила воплощенного бога до сих пор не найдена. Самый крупный комплекс пирамид сохранился в Египте на плато Гиза. Он расположен недалеко от Каира. В центре Плоскогорья Великая Пирамида Хеопса. Ее высота около 150 метров. Длина основания каждой из сторон 250 метров. Рядом 143-метровая пирамида Хефрена и небольшая всего 66 метров пирамида Минкаура. По общепринятой версии три великих пирамиды являются частью древнего некрополя гробницами фараонов. Однако археологи так и не обнаружили внутри строений царских захоронений. Пирамиды были пусты. Как считают ученые разграблены. Эти камеры царей и саркофаги в пирамидах были пустыми. То, что в них находили мумии это все домыслы. все мумии находили в долине царей Луксории. Но в Луксории нет пирамид. А следовательно никакой жесткой связи между пирамидами и мумиями не существует. На заре при ясном небе многочисленные туристы могут наблюдать в Гизе одну и ту же картину. Над пирамидами появляется полупрозрачный вертикальный столб. Ученые зафиксировали излучение, которое образуется над вершинами пирамид и напоминает торнадо. Только столб состоит не из воздуха, а представляет собой голубоватую светящуюся субстанцию. Энергию, идущую на Землю по космическим каналам. Но сила этой энергии неизвестна. Она может быть либо волной жизни, либо волной смерти, в зависимости от технологий ретрансляции, которые были известны египетским жрецам. Ходить по таким местам туристам не совсем рекомендуется, потому что там сохраняется ряд энергий чужеродных, защитных и опасных. Излучение пирамид способно как мумифицировать тело, так и исцелять больные ткани. Гипотезу о том, что пирамиды являются генераторами космической энергии, поддерживают и ученые. Об этом свидетельствуют и древние легенды, и дошедшие до нас памятники изобразительного искусства. Там очень забавные вещи боги держат в руках на изображениях. Какой-то жезл, который то в разложенном состоянии, то в сложенном, и с помощью этого жезла они производят какие-то магические действия. В том числе и раздают жизненную энергию. Там есть значок ангха, идущий цепочками. Считается как бы что бог дает фараону окружает его жизненные энергии. Вы видите уникальные кадры. Камера зафиксировала энергетические столбы, которые поднимаются от верхушек пирамид. Увидеть подобное излучение большая удача. Дендере рисунок над пирамидой висит такая тарелка, от нее идут зигзагообразные линии на какие-то ну что-то типа наших мачт передающих. То есть вот пожалуйста из пирамиды извлекается какая-то энергия. С помощью летающей тарелки передается на какие-то ретрансляционные установки даже к потребителю. Этот феномен оказывает воздействие и на саму зону и на оказавшихся здесь людей. Многие говорят о странной энергии. Так отчего люди испытывают состояние дискомфорта? Оказывается пирамиды создают вибрации которые можно измерить специальными приборами. Если у нас положим образец камня или еще что-то будем сдавливать под прессом маленький образец лабораторный то датчики зарегистрируют микротрески. Это высокие частоты мы их не слышим и они слабые. И вот оказывается что у пирамиды весь массив подвержен излучает вот эти микротрески. Выходит что пирамида Хеопса вибрирует издаваемый при этом звук состоит из четырех нот. Они образуют тональность которая неуловима для человеческого уха. сегодня ученые так же плохо представляют себе внутренние устройства великих пирамид как и в середине двадцатого века. Обследованных помещений совсем немного несколько галерей и три камеры. Но и они до сих пор полны загадок. Таинственные ниши позволяют предположить что в пирамидах когда-то располагались конструкции которые впоследствии были уничтожены. В пирамиде Хеопса скрыты лабиринты ведущие к необследованным бункерам. Об их существовании говорят многочисленные вентиляционные отверстия. Но разгадать что за техническое устройство было вмонтировано в пирамиду пока не представляется возможным. В 1924 году во время раскопок археолог Джон Кинман попал в неизвестный ранее тоннель под пирамидой Хеопса. Ученый утверждает что он оказался в помещении которое было заполнено многочисленными механизмами неизвестного назначения. Один из них Киннаман назвал антигравитационные машины. Неужели древние египтяне умели создавать антигравитационные машины роботов и владели высокими технологиями в том числе и строительными? Вряд ли. Выходит строителями пирамид были иные существа. Ведь даже сегодня возведение подобной конструкции потребует немало трудов. Только представьте каждый блок пирамиды весит не менее двух с половиной тонн. Только для сооружения пирамиды Хеопса пришлось перевести более двух миллионов каменных блоков и поднять их на 147-метровую высоту. В общем-то это достаточно тяжелая работа. Даже если представить что это делалось вручную то неизбежно где-то какие-то камни должны были падать транспортные средства должны были ломаться те же суденышки деревянные они должны были тоже рушиться при погрузке могли булки срываться и так далее тем более что речь идет о масштабном производстве масштабном строительстве. Достоверно известны лишь единичные факты перемещения гигантских камней на большие расстояния. Так в 1768 году на берегу Финского залива у деревни Конная Лахта был найден громадный камень. Вес исполина составил более 1600 тонн. Из него и было решено сделать постамент для памятника Петру знаменитого медного всадника. Для этого инженерам пришлось полтора года ломать голову над тем как перевести валун в Санкт-Петербург. Доставка громкамня так в народе называли огромные валуны в столицу заняла 9 месяцев. 400 человек с помощью специальных устройств волокли камень до побережья а потом переправляли на баржи. Второй вопрос который волнует исследователей пирамид как мастера древнего Египта смогли так искусно обработать каменные глыбы. еще в средние века путешественники изумлялись ювелирной работе прежних строителей. Ведь блоки египетских пирамид подогнаны настолько точно, что между ними нельзя просунуть лезвие ножа. Современные ученые проанализировали характер поверхности и выдвинули гипотезу. При строительстве пирамид использовались высокие технологии и инструменты, которые работали при помощи электричества. Находим мы там следы дисковых пил, например. Дисковая пила, что такое дисковая пила? Должен быть какой-то инструмент, который вращает. След изогнут так, что ничего, кроме дисковой пилы, предположить невозможно. и собственно, если мы говорим о дисковых пилах, значит, должен быть механизм, который крутит, должна быть энергетика, которая обеспечивает. Этот инструмент нужно из чего-то изготовить. Это целая производственная линия должна быть от и до. Это невозможно взять и изобрести один-единственный станочек вручную чего-то им делать. Здесь речь идет о развитом машинном производстве, причем в очень больших масштабах. Качество строительства египетских пирамид настолько отличается от более поздних построек, что вывод напрашивается сам собой. Фараоны не имели к их строительству никакого отношения. Пирамиду построили не фараоны лет пять тысяч лет назад, а боги фараонов, которые пролетели с неба. То есть можно считать пришельцем. По данным исследователей, на Земле существует 12 комплексов пирамид. Египет, Тибет, Мексика, Крым, остров Пасхи и даже Австралия. Все пирамиды являются по сути антеннами и до сих пор активны. Они передают от ядра Земли к далеким звездам мощные потоки энергии. Три крупных звезды Канопус, Вега и Капелла и участвуют в энергетическом обмене с нашей планетой. Они создают такие силы, которые действуют на ядро и на всю Землю с целью удержания земной оси в определенном положении, воздействуют на вращение Земли, чтобы оно не менялось резко и было постоянным и обеспечивают допустимую прецессию земной оси. Пирамиды Земли и космос явно связаны между собой. Кстати, в архитектурном комплексе в Гизе зашифрована вся информация о Солнечной системе. Если умножить высоту Великой пирамиды на миллион, получится расстояние от Земли до Солнца. Архитектор Великой пирамиды сумел воплотить в камни длительность високосного года, расстояние, которое Земля проходит по своей орбите за 24 часа, плотность вещества Земли и даже среднюю температуру нашей планеты. А результаты исследований последних лет доказывают, размеры, величины, вес и расстояние пирамид друг от друга и от сфинкса отражают взаимоотношения Солнца, Венеры, Земли и Марса. Если считать пирамиды некими приборами, связывающими разные точки Вселенной, принцип их работы теоретически понятен. Передачу информации между планетами и звездами на сверхдальнее расстояние ученые считают вполне возможны. Точно так же передаются информации по интернету, а цифровые сигналы по сотовым сетям. И если антенны сотовой связи расставлены по всей Земле, то пирамиды разбросаны по Вселенной. Пирамида, она гармонизировала выход информации с планеты. Принцип любого развития и эволюции это обмен информацией. То есть пирамида она являла собой скажем так квинтэссенцию совокупность найденного опыта. Это вершина развития древней цивилизации. И это то, что было отправлено нами, скажем, нашими предками древними в это космическое пространство. Все пирамиды точно ориентированы по сторонам света. То есть настроены друг на друга. Измерили точную ориентацию этих пирамид. А это было сделано достаточно давно, там чуть ли не сотни лет. И оказалось, что ориентация этих пирамид север-юг настолько точная, что только современные строители могли бы это выполнить. Еще один интересный факт. Пирамиды, независимо от их месторасположения, сделаны из одинакового материала. А пустоты внутри пирамид ориентированы на далекие звезды. Сириус на севере и Дзету Орион на юге. Возможно, именно оттуда поступают на Землю голографические изображения, которые мы считаем призраками и летающими тарелками. Египет, Мексика, Крым. Десятки гигантских пирамид принимают из глубин космоса загадочные сигналы. И кто знает, может, именно Вселенная спасет Землю от глобальных катастроф. Но пока это только теория. Субтитры создавал DimaTorzok